Всем привет! Сегодня я хочу выбрать какую-то авиационную модель, которую я буду расхламлять после АВДшки, потому что, ребят, я очень хочу к авиации. Я знаю, что многие тоже хотят, чтобы у меня вертолеты пошли на стройки, но мне очень хочется действительно, чтобы сейчас что-нибудь такое с винтами, с пропеллерами, что-то такое с движухой какой-то. Поэтому я очень соскучился, ребят, правда. Мне очень хочется расхламлять именно вертолеты или самолеты. Мне нужно будет... Вот, доделываю эту дрезинку. Ребят, доделываю вот эту машинку, гробовую, душевненькую. Вот, и сейчас я попробую что-нибудь найти. А, да! Кстати, смотрите, ребят, вот что у меня есть ещё. Пиратский такой кораблик. Вот. У меня же есть ещё роташутик. Вот. Смотрите, вот он. Вот он роташутик, который надо будет тоже доделывать. Поэтому я его доделаю. Я надеюсь, что у меня быстро с ним я расхламлюсь. Хотя он очень непростой. Вот он винтик. Вот. И буду уже что-то такое. Вот я сейчас бы хотел бы это выбрать. Вот такая вот красота у меня находится в комнате. Висит. Смотрите, как прикольно. Вот эфелева башня. Вы говорите, что нельзя вешать такие вещи. Как это нельзя? Как это нельзя? Посмотрите, ребят. Смотрите, какая красота. Да ещё в придачу такой вот монстр на таком жёстком солнечном освещении. Солнышко вышло. Вот. Смотрите, как здорово. Круто, да? Так что всё можно. Всё можно. Мне кажется, это всё очень интересно. Можно даже танк повесить. И вот так она будет висеть по-блатному. Класс. Просто класс. Так. Что касается вертолётов. Ребят, давайте вот посмотрим с вами. Значит, что у меня тут есть? То, что я вам показывал свой иконостас. Это не всё. Ну, как бы что-то собрано, что-то не собрано. Смотрите, что касается восьмёрки. Восьмёрка у звезды выходит. Восьмёрка у звезды выходит. И модель, я как понимаю, будет просто бомбическая. Я уже видел отливки, как и мы все с вами. И модель действительно классная. Но этот пока я оставляю. У меня мысля была расслаблять чинук. Чинук. Вот он, чинук. Ну, кстати, блин, вот ещё вот эту дрезину. Ребят, надо же ещё вот эту. Блядь. Я её сейчас вот так поставлю. Короче, мусоровоз. Ой, ещё вот эта дрезина. Блин. Видите, сколько всего. Вот. Так вот, чинук этот я хотел бы расслаблять. Но я думаю, что всё-таки, наверное, попозже. И, конечно, вот, смотрите, ребят. Дремлайнер. Это мы сюда положим. Ребят, вот Mi-4 в 35-м масштабе. Тем более, я на него покупал разные эти дополнения. Вот, в 35-м масштабе. Ну, и в 48-м масштабе я тоже очень хочу купить. Но мне прям хочется антарктический сделать. Ребят, блин, вот не заморачиваясь. Вот, скорее всего, либо мы... Значит, я беру Mi-4 из авиационной серии. Что касается Супер Фрелон Экзосет. Ну, ракеты вряд ли я буду там в дальнейшем ставить. Я не знаю, как там, что будет с этим вертолётом. Вертолёт очень интересный. Но посмотрим. С ним надо возиться. Он у слишком деревянная модель. И всё-таки с ним надо расслабляться. Ребят, посмотрите, какая красота. Башня какая. Просто суперская. Вот, видите? Вот, на леске, видите, висит леска не самая тонкая. Не самая тонкая. Но от солнца, когда солнце, оно сразу всё это показывает очень красиво. Солнце, оно иногда пыль очень сильно расслабляет. А иногда расслабляет хорошо по полной программе вот эти все фактурные вещи. Вот, видите? Такое у нас с вами сегодня видео интересное. Так, что касается... Давайте смотреть. Что касается аэросаней. Аэросани, я думаю, я их буду обязательно. Но чуть попозже. Всё-таки это не лётное. Хотя я всё хочу. Я всё хочу. Вот такой автожир. Чуть попозже. Всё-таки, наверное, Ми-4 мне в руки тянется. Так, что касается евриков. Это мы всё с вами пока оставляем. Оставляем, потому что это всё иностранщину. Вот, так же, как и вот этот Гризли. Это всё немножко попозже. Вот, у меня есть ещё... Я вам сейчас покажу. Вот так вот. Красоту свою. У меня есть ещё одна задумка. Ещё одна задумка. Сейчас расслаблять. Это калибри, вот этот вертолёт. Вот, или, где у нас там находится... Сейчас покажу. Так, вот это вот. Ой. Это, 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 это. Вот. Ребят, К-27. То бишь, К-32. Но в 29-м масштабе модель вышла. Модель вышла. И я её очень хочу купить, ребят. Попозже я её стопудово куплю. Покажу вам обзорчик, свои эмоции. Модель очень классная. И К-27. У меня даже на них есть эти... Эти... Как его? Монографии. Кстати, в коробке лежит монография. И К-29 у меня будет... Две тоже монографии. Очень классные. И это журнал «Авиация. Время». И это журнал... Авто... Как это называется? Вот это... Авиаколлекция. Моделист-конструктор. Вот. Что касается калибри. Калибри я буду тоже вот этот вот показывать. Вот этот. Потом, когда я сделаю... Я очень хочу тут как можно быстрее его тоже собрать. Ребят, это вертолёт очень интересный. Это 35-й масштаб. Но! Вы должны понимать... Вы должны понимать, что здесь... Смотрите, кто у меня. Солнышко моё. Лапусь, давай, иди. Давай, 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 давай. Всё, кошаточка у меня. Видите, даже в кадр и тут попал чуть-чуть. Очень сильно. Вот мини-арт, они классные. Они делят и дрочат модель на большое количество деталей. Это очень здорово. Очень-очень здорово. Но, с другой стороны, эта деталировка суперская, но это и сложные сборки определённые. Поэтому тоже, как бы, модель такая вот необычная. Вот. Ну, естественно, у меня, вы знаете, есть ещё несколько самолётов. Это вот МиГ-17, МиГ-15 и Як-18, которые тоже просится. Вот, смотрите, как я прикольно, ребят, сделал. Вот так, видите? Вот так вот. Ну, а чё вот эти, кстати говоря, выкидывать-то? Зачем? Зачем выбрасывать? Они очень хорошо, очень душевненько ложатся. Кстати, у меня там их полным-полно, там АТАН-2. Ну, это просто очень суперски всё выглядит. Это очень всё выглядит душевненько. Поэтому я считаю, что не надо выбрасывать это всё. Это грех выбрасывать. Вот. И вот с пыльцой такой вот биплан с моторчиком. Поэтому, скорее всего, наверное, Ми-4, ребят, Ми-4, я буду расхламлять, пытаться Ми-4, скорее всего. И вот именно, именно эта модель тромпетеровская, она, знаете что? Не совсем он правильный. Конечно, да, он где-то неправильный, я согласен. Но, в общем, по геометрии я как-то вот особо каких-то вот сильных разногласий не нашёл. Что касается Ми-8, про это уже миллион раз было сказано. Что касается 48-го масштаба тромпетера, я бы его купил бы. И куплю наверняка, несмотря на то, что он меньше, ну, больше-то лучше для меня, чем меньше, правильно? Вот. Но всё равно мне интересно даже чисто визуально самому сравнить, не по литникам. Это можно всё в интернете найти, не проблема. Но хочется именно так, чтобы две модели были вместе. Так. И по поводу лопасти. Видите, трапециевидные формы лопасти, блатные, гробовые. А идут, естественно, там в наборе прямоугольные, цельнометаллические. Цельнометаллические, что не шибко душевно для, тем более, антарктических вариантов, который имел именно вот такие лопасти. Ну, посмотрим в конце концов. Знаешь, за неимением коровы будем дать лошадь, поэтому я думаю, что с лопастями здесь, наверное, я оставляю те, какие есть. Ну, других-то всё равно нет. Не из бумаги же их делать. Так, вот и всё. Так, тут я вам показывал. Тут у меня вот мельница. Здесь у меня вот эти все дела. От тракторов. Вот раз. Вот два. Вот три. Четыре. Пять. И вот, как бы, короче говоря, ещё что-то. Так что, вот дофин, да, вот, давайте я вам ещё дофин покажу. Ребят, вот этот дофин вообще модель тоже классная. Это мой подарок, очень дорогой. Вот. И этот, я бы с удовольствием его тоже начал бы собирать. Но это уже идёт серия, вот, к еврику, к линксу, ещё к еврику, поняли, да? То есть, это определённая такая вот тематика. Что касается верхних, вот, тех коробок, там уже практически, практически всё собрано у меня, да? Да не практически, а всё. Да, то, что там вот, всё, что наверху, туда я не берусь. Я берусь вот именно в нижнюю часть. Ребят, смотрите, солнце ушло. Посмотрите, я снимаю одним кадром. Солнце ушло. Посмотрите, всё. Ушла вот эта красота вся, вот. Зато лески не видно, видите? Лески не видно, зато видно он. Би-10, Ан-2 и Фокер ДР-1, и до 27. Вот он самолётик. Вот, смотрите. Вот видите, как она висит по блатному? Вот такая. Можно туда внутрь попробовать залезть. Ну, красота. Красота, нереальная сила. Страшная сила. Вот так. На медузу похоже. Ну, вот. Короче говоря, скорее всего, наверное, либо Ка-27, либо Ми-4. Есть ещё вот у меня вот такой вот красивый. Ребят, знаете что? Смотрите, кстати говоря, классно, что я вам показал. Я когда покупал этот корабль, я думал, что он реально у меня будет выглядеть вот так. В итоге, что у меня он, как он выглядит? Как он выглядит? Не знаете, как он выглядит? Вот то, что вот вы видите, то и выглядит. Вот такого, конечно, эффекта вы не получите. Это всё очень красиво сделано. Не знаю вообще, из чего это, как это снято и из чего это снято. А по факту, по факту, вот, берёшь, намазываешь его вот этой вот люминесцентной краской. Причём она такая, как, знаете, как зелёно-бело-зелёный. Как йогурт, как сметана, как, в общем, вы ещё кое-что поняли. Не буду говорить, что. Ну, вы поняли. Вот. И это всё, конечно, черти тоже, они светятся. Вот тут вот. Это не декаль, это наклейка. Такая в 72-м масштабе простенькая моделька. Это единственный корабль, который я собирал. Вот из таких. Я вот так вот заляпал, видите, просто. И типа он должен светиться. Вот типа он должен светиться. Но насколько он светится, не знаю. Так, чуть-чуть он, конечно. Ну, как вот часы, знаете, в детстве были у вас вот эти со стрелками. Вот так же он и светится. Ну, по-хорошему, не скажу, что там что-то такое уникальное. Ну, с другой стороны, с другой стороны, собирается очень быстро, красится ещё быстрее просто. Это даже не краска, это как мастика какая-то. Ну, вот как они позиционировали собрать, я так всё и собрал. И в итоге получилось вот то, что вы видите. Ну, совершенно не то, что есть на коробке. Вот такая у нас сегодня с вами маленькая расхламлялочка. Вот. Такая огромная коробка. С катером этим и расхламляться, если я буду её, так гораздо всё будет позже. Вот, ребят, вот у меня комната небольшая, совсем небольшая комната. Вот так вот. Вот хочу тут башню, ребят, вот хочу вот тут башню вот так вот поставлю. Да, вот смотрите, можно её взять вот так вот, смотрите. И оп. Вот, можно этот как дитю в люльке её вот так расхламить и покачать. Но она же тоже хочет покачаться, правда? Вот. Так что, в любом случае, это всё интересно. Но мне сейчас нужно, ребят, мне правда реально нужно вот расхламлять вот это. Потому что надо немножко от ЭВДшек отойти. Потому что, ребят, очень много. У меня уже немножко перенасыщения в этом деле. Надо сделать перезагрузку. А какую лучше сделать перезагрузку? Самую лучшую перезагрузку от ЭВДшки, это, безусловно, сделать вертолётиком каким-нибудь. Так что, я не знаю, насколько вот эта стройка будет долгая. Вот. Ну да, наверное... Понимаете, здесь что? Вот я вам скажу так. Давайте я просто, когда уже начну уже, ну, скорее всего, 95% буду четвёрку расхламлять. Гондола, гондола вот эта вот, типа пушечная гондола, которая используется на военных модификациях, она убирается. И её нет. Тут стоит просто такой вот, типа, такой вот обтекатель такой, типа, каплевидный. Ну, его можно тоже особо не ставить. Но в любом случае, гондола это не нужна. Это уже минус. Нафиг не нужна. Вот. Здесь интересно будет то, что классно, что он полностью красный. То, в принципе, в принципе, как я думаю, возни будет мало. Возни, на самом деле, так кажется, что мало. Возни мало не будет. Потому что всегда так кажется, что ой, ой, всё просто, всё просто. А когда ты начинаешь расхламлять, особенно стыковка, тут ещё части такие достаточно сложные. Ну, на носу, как бы. Ну, у меня фотоотравление, поэтому это, конечно, безусловно круто. Большое фотоотравление, которое я взял. Я не люблю вот эти мелочи. Я уже с дирижаблем. Ребят, вот с этим дирижаблем я намыкался. Друзья, просто жесть как. Вот этим цепелинчиком я намыкался не то слово как. Вот. Поэтому больше не хочу связываться вот с этими огромными... Не огромными, а наоборот, с этими мелкими детальками. Вот эти вот гондолы, это просто жесть была. Это реально была лютая жесть, а не дирижабль. Именно вот с точки зрения мелочей. Мелочей. Но зато модель получилась тоже такая неплохая. Но это масштаб 350-й масштаб. Это очень такой достаточно мелкий масштаб. Но это корабельный. Вот. А когда ты будешь что-то такое большое, вертолётное расслаблять, то здесь уже будет совсем по-другому. Тут уже душевность, она не будет. Она не будет тебя никаким образом противоречить. И ты будешь всё нормально. Что касается Геркулеса. Геркулес это уже к циклам авиационных самолётов, военно-транспортов. Так как вот СС-130 Геркулес такой. Гризли. Гризли, Гризли, Гризли. Вот такой. Он, конечно, гораздо больше, чем Геркулес. Но не намного, наверное, больше-то. Прям уж не так уж прям много. Это всё-таки не Руслан и не Гэлакси, и не Мрия. Но тоже самолётик не маленький. А, у меня ещё, блин, ребят, у меня же ещё... А, я забыл. Ёлки-палки. А где, кстати, у меня... А, у меня же ещё есть летающий банан. Слушайте, а у меня же... Слушайте, а я забыл ещё про две модели. А куда я их дел? Ребята, куда я эти модели-то делал? Мама родная. Короче, у меня же две модельки ещё должно быть. Это Драхи. Куда я их делал? А, вот они, ёлки-палки. Да-да-да-да-да. Стоять, 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 стоять. Вот так мне нравится вот это всё перебирание. Так, у меня, ребятки, Драхи есть. И есть ещё летающий банан ещё один. Вот он. Всё, нашёл. А ты думал, куда я их делал? Там Эмма мельница. Вот. Летающий банан и Драхи. Ну, это, это, это цикл летающих бананов вот сюда. Этот и этот. Поняли, да? И, в принципе, Драхи тоже. Всё-таки эта фирма достаточно крутая. Вот. Мне хочется сейчас, мне хочется сейчас большую модель. Большая модель в данном случае это Mi-4A. А с восьмёрками будем потом расхламляться, когда звездовская выйдет. Я уже тогда её куплю. Мне будет очень интересно сравнить. Даже вот с этой точки. Не масштабы. Ну, масштабы тоже можно сравнить. Даже интереснее будет сравнить по качеству, насколько она будет правильной. Я надеюсь, что звезда не лоханётся и сделает очень хорошую модель. Так что, в этом плане всё. Тип-топ. Ну, вот и всё. То есть, либо Mi-4A, либо, вот он, К-27, К-32, естественно, из него собирать. Ну, как бы планировал. Так, что касается тепловоза, это потом. Вот и все дела, ребят. Всем всего хорошего. Такой вот у меня зарисовочка. Я люблю такие видео. Спонтанные, случайные, быстрые. Вот. Вот так всё валяется. Ну, чё. Передаю вам огромный привет от моей башни. От моего корабля. И от огромного количества моделек, которые я собрал. Хотя, они не все здесь, конечно. Они есть ещё где-то там, где-то там далеко. Вот. И вот от моей, естественно, вот этой вот летающей гвардии, братья. Вот. От B-10 основной привет, а особый привет. Это от B-10. Ребят, потому что этот самолёт, это уникальнейший самолёт B-10. Уникальнейший самолёт во всех смыслах. Десятка, это просто не самолёт, а... Ну, это бомбическая тема. Вот такая вот пыльная висит. Она и должна быть пыльная. Но это же амфибия. Мы полетим к морю. Мы, в конце концов, в озеро приводнимся. Помоемся. Вот. Видите? Повернись. Да, повернись. Жопу, покажи нам жопу, пожалуйста. Ребята, вот смотрите, моя рука. 72-й масштаб. Самолёт достаточно большой. Вот. Так. А, вы видите колёса? Это перекатное шасси. Я не стал снимать. Оно так немножко приклеено, но я не стал его особо снимать, потому что... Ну, думаю, ладно, пусть хрен. Хотя он с ним, конечно, не летал. Его убирали, и всё. Он взлетал с воды. То есть, и на воду садился. На таких шасси он не летал. Но вот я просто решил вот так вот его пока обыграть, его вот так вот оставить на этом перекатном шасси. Вот. Ну, и пока пусть висит так. Всем всего хорошего. Мир к вашему дому. Собирайте модели, показывайте. А я буду потихонечку настраиваться на вертолётный лад. Всем пока.